Там фотография, которая внизу, с дверя машинами, фольксвальный москвич, это уже сделано в этом году, в 20 месяце. На других фотографиях, которые рядом, жители Гаваны, их яркие танцы, улочки, солнце, граффити и причудливая архитектура. Выставка Йоханнеса Галлерта организована для фестиваля Волжской биеннале. Сам автор – фоторепортер крупной немецкой газеты, член Союза фотохудожников России. Все его работы, представленные в музее Добролюбова, сделаны на Кубе. Художник приехал туда первый раз в 1988 году. После он возвращался на остров, чтобы запечатлеть яркую жизнь кубинцев и пообщаться с местным населением. Идея вернуться на Кубу и продолжить фотографию, она жила, оставалась. И, по-моему, с 2008 начал регулярно ездить. Регулярно означает примерно два раза в год. Получилась такая серия, что Гавана или Куба во время жизни Фиделя. Потому что, когда он умер, газета «Гранма» опубликала вашу фотографию под именем «Куба-эс Фидель». Ну и отсюда название выставки. На выставке представлены работы нескольких десятилетий. В каждом снимке много света, повседневная жизнь. Фидели Чагевара везде – в рисунках и граффити, в барках и на стенах домов. Директор Русского музея фотографий рассказывает, что знакомы с художником давно. Работы для выставки они выбирали вместе. В первый раз мы познакомились как раз на первом международном фестивале в Орске и Бенале в 2004 году. И с тех пор периодически его приглашаем, он приезжает к нам. И в этот раз, в очередной тоже я ему позвонила, говорю, «Ягана, не хочешь ли поучаствовать в нашем фестивале?» Он говорит, «С удовольствием». Снимки простые, в то же время необычные. По словам фотографа, все люди, которые попадают на улицы Гаваны, видят только яркие цвета. Поэтому и фотографии получились такими колоритными. «Ты слышишь голо этих машин. Такой даже не шепот, наверное, а разговор. Если брать внимание, этих людей, вот этих детей, которые, ну, по-своему, наверное, ну, хочется окунуться, хотя многие приезжают и говорят, что Кубы – это свой мир. Это вот тот мир, тот социум, который нам, наверное, мы его немножко забыли. И не всегда мы ведь, наверное, понимали его». Выставка будет работать до 21 октября. Самого Йоханнеса Галерта будут ждать за следующим визитом и с новыми фотографиями. Дарья Кульбакина, Максим Веселов. Время новостей.